Здравствуйте, друзья! В ваших вопросах неоднократно встречалось упоминание моих реанимашек и теплички. Давайте же посмотрим на них, разберем и, возможно, что-то выбросим. Ну, начнем, пожалуй, давайте с теплички начнем. Там осталось два экземпляра. Один какой-то вообще непонятный. Давайте я сейчас достану. Вот так выглядит здесь деточка. Вот. Такая она вся. Никакая. Мне кажется, она и не растет. И вообще она вся в клещах. Вот видите, пергаментность, оранжевые пятнышки. В общем, не очень нехорошо. Даже в тепличке. Дальше еще одна детка. Вот такая. Тоже особо не растет. Как-то вот так вот она выглядит. Сейчас я при вас. Давайте вот этого товарища, который в клещах. Я его сейчас обработаю. Что мне для этого понадобится, это ватные диски, простая вода и пудра-чистотел. Так, вот вода. Так, чистотел тоже. Я механическим способом сейчас сниму то, что снимется. Давайте вот так вот. Не знаю, поможет это или нет растение. Хотелось бы верить. Тут и есть-то нечего. Просто механически снимаю. Натираю. Все, что получается, вытереть. И вот пудра-чистотел у меня такая. Специально разводить какой-то препарат я не хочу. Ради какой-то вот, ну, как бы, вот этой вот непонятности тратить целую дозу препарата. Его, как бы, в пипетки не разведешь же. Нужно как-то литраж, даже хотя бы 100 миллилитров. Так, вот пудрой вот так вот все это я припудриваю. Кто пользовался, тот хвалит эту пудру. Я, честно, ну, не поняла сильно там какой-то, какого-то эффекта не поняла. Вот так вот выглядит теперь запудренная детка. Не знаю, будет она расти или нет. Мне, честно, уже этот эксперимент доел порядком. Потому что очень все это медленно, крайне медленно. Конечно, детки быстрее растут на маме. Так, здесь клещей я не вижу, но все равно обработку сделаю. Потому что сидят эти малыши в одной тепличке. И всякое может быть. Вот и вся обработка. Мне кажется, в прошлый раз в таком же состоянии были цветочки. В плане размера их. Убираю пудру. Ее хвалят в плане защиты от клещей. Так, это вытерла, убрала. Дальше давайте покажу вот этих реанимашечек. Это у нас уценочки 100-рублевые. Вот они сидят тут чинно, мирно. Там даже листик, да, вы видите, маленький пробивается. Здесь был еще третий цветочек, который погиб. Ну, тоже такая дохляшка. Вот, смотрите. Такой длиннющий корень вот от какого-то цветочка пророс. Внизу ничего не видно. Никаких корней. Ну, тут один и второй. Здесь вот воздушный есть. Вот так выглядят они без номеров. Потому что у них не было ни корней, ничего. И было непонятно вообще, будут они жить или нет. Дальше давайте я вам покажу. Вот это вот номер 154. Это уценка тоже была. Она сидит во мхе. Мох это еще старый, засушенный, который у меня был. Не лесной. Вон там на крышечке, на зеленой. Видите, крышечка. Находится шейка растения. Ну, как-то вот так выглядит тургор вроде бы не... Ну, вот он немного восстановился. Вот видите, по листу. Он стоит сам. Не свисает, ничего. Но корней не видно никаких. Это тоже вот реанимашка 154. Листик вот растет. Очень хорошая тенденция вот у этой реанимашки. Это номер 119. Предположительно, возможно, это белая орхидея. У нее растут два цветоноса. Сейчас я покажу. Ну, вернее, ответвление. Ой, ее сейчас все у меня свалится. Так, не буду показывать, что у меня все свалится. В общем... Ну, вот уже начала валиться. Продолжают расти цветоносики. Медленно. И потихонечку корни. Так, будет видно. Так, вот тут вот корни. Вон они туда врастают потихонечку. Я их не шевелю. Ну, что ж такое. Простите. Единственное, вот сверху смачиваю, потому что внутри посадки корней нету. Там... Ну, просто как бы... Вот керамзит. И чтобы растение просто держалось. Приваленное камушками. Сверху я кору раскладываю. Просто, чтобы не так быстро испарялось. Если это вообще поможет. Помогает как-то. Ну, просто раз или два раза в день отрыскиваю поверхность, вот где можно. Все. Нового листика нету. Ну, да что ж такое. Но это и не мудрено, учитывая, что орхидея собирается цвести. Отламывать цветоносы я не хочу. Я больше поддерживаю его с того, что растение само знает, и природа подскажет ему, как быть. Вот этот вот пенечек. Пенечек. Верхушка, от которого отвалилась. Где была гниль. 135 номер. Мультифлорная. В горшке пока еще есть корни плотные. Поэтому я этот пенек не выбрасываю. Сверху ничего не растет. Тоже я вот так вот немножечко поверку опрыскиваю. И все. Вот еще гнездо одно. Тут шейка прям вообще высохла. Я уже посмотрела. Наверное, не буду я сохранять этот пенек. Тут корней не так много. Вот он один. Остался зеленый. Вот он. Остальные все. И шея вся черная. Просто, ну, тут уже все погибшее. Это я все выброшу. Это был 116 номер. 20 июля он ко мне попал реанимашкой. И реанимашка это все. Не смогла спастись. Скажем так. Так что минус один. Вот такие у меня сейчас реанимашки. После отпуска, сколько там, 3 или 4, тоже отправились реанимашки в Орхарай. Потихонечку происходит естественный отбор. От этого никуда не деться. В принципе, спокойно я уже к этому отношусь. Жалко, конечно. Но убиваться днями и ночами напролет я не буду. Из-за этого, может быть, сказывается количество орхидеи. Что это легче воспринимается, когда у тебя много растений. И категорически, и катастрофически не хватает места для них. А впереди переезд. Осенний переезд с лоджии обратно на кухню. Уже непонятно, куда все ставить. И требуется еще больше места. Так что головушка сейчас занята оптимизацией. Ну вот, такое видео сегодня. На этом все. Я вам желаю поменьше реанимашек. А если они у вас есть, чтобы они воспряли духом наконец-то. и порадовали вас прекрасной тенденцией к росту и выздоровлению. Спасибо большое за внимание. И до скорых встреч.